Он был центром притяжения жителей города в 40-е и 50-е годы. В военное время, когда Куйбышев стал запасной столицей, в клубе Дзержинского выступали солисты эвакуированных театров. В свой первый приезд в Куйбышев в мае 1967 года здесь выступил Владимир Высоцкий, а позже разместился культурный центр ГУВД Самарской области. Здание, признанное объектом культурного наследия регионального значения, витшало. Культурный центр ГУВД России по Самарской области очень большое влияние оказывает в жизни сотрудников главного управления. У нас здесь проводились культурно-массовые мероприятия, также проводились награждения сотрудников. Поэтому ремонт этого объекта очень стоял у нас на первом месте. И вот, наконец, свершилось. Работы шли на протяжении года. За это время подрядчики полностью заменили кровлю, сделали гидроизоляцию фундамента, повысили несущую способность конструкций. Главной задачей было выполнение работ без изменения уникальных особенностей здания. Здание получили в состоянии с очень плачевными кровлями, поскольку их никто толком не ремонтировал. У нас везде по всем литерам, за исключением мягких кровель, это фальцевая кровля. Полностью воссоздана стропильная система, огромные фермы над зрительным залом. Это представляло наибольшую сложность ввиду того, что внутрь двора практически невозможно загнать крупногабаритную технику. Поэтому все приходилось делать с руки. На ремонт клуба Дзержинского было выделено 40 миллионов рублей. Работы проводились на средства федеральной программы «Историческая память». Декадь Дзержинского – отличный образчик архитектуры, конструктивизма. И, разумеется, необходимо проводить ремонтные работы по этому объекту. Данные работы позволят продлить эксплуатационный срок здания, продлить его жизнь. В дальнейшем планируется отремонтировать фасад клуба Дзержинского и провести внутреннюю отделку. Ежегодно в рамках программы «Историческая память» на средства федерального бюджета в Самаре привозят в порядок знаковое здание города. В ближайшее время планируется приемка одного из этапов работ по штабу имени Фрунзе, который находится на пересечении улиц Фрунзе и Льва Толстого. Виктория Шаре. События.